привет всем что господа у нас продолжается бурление по поводу скажем так идеи о запрете феминизма и те у кого шапочка загорелась в общем на голове так естественно и начали реагировать соответствующим образом все понятно вот но тем не менее все понятно все понятно да не всем и не все понятно давайте все-таки кое-что проговорим сначала в порядке разогрева перед основным топиком давайте ответим госпожи остальной который затрудняется в некоторых простых достаточно вопроса которых вообще-то наверно и положено было бы разбираться пару породу обязанности но почему-то типа не разбирается значит смотрим на цитату интересную и так глупее закона я не видела я например видел почему нет есть такая наука феминология об этом чуть позже которая предполагает изучение особенностей женщин и данные этой науки как правило идут в основу государственной политики в отношении женщин у нас недавно в декабре прошлого года председатель правительства михаил мишустин подписал даже национальную стратегию россии в интересах женщин он что тоже феминист радикальные с точки зрения матричева высказалась остальное ну что же давайте ответим на это несложное затруднение госпожи остальной и так я не могу ручаться за мнение самого господина матричева но если отталкиваться от объективных данных вот которые я сформулировал в прошлом своем касте то подписание в россии в современной при нашей конституции подписание документа который называется национальной стратегии в интересах женщин до является феминизмом радикальным или нет чуть позже посмотрим он декларирует равенство он сохраняет прошлые привилегии и присваивает новые привилегии он не устраняет прошлого неравенства со стороны мужчин и утверждает новые неравенства в сторону мужчин так что он отвечает трем основным критерием феминизма увы при конституционном равенстве такая стратегия публикации такого документа в отсутствие может быть если был парный документ который бы что-то говорил про мужчин может быть это не было бы так не так бросалась глаза а в этих условиях увы да у вас налицо феминизм на высшем государственном уровне вот и по поводу дальнейшей цитаты насчет подумать над тем соответствует ли он вообще званию депутата и лишить возможности заниматься профессиональной деятельностью но если бы на этом основании на том основании что человек скажем так на чихательский относится конституции действия самой останены бы оценивались то в общем нас скорее всего должна была бы на несколько пожизненных сроков должно уже сесть вот и никаких мест никаких вообще место госорганах не занимать но занимает так что это вопрос несложный давайте чуть-чуть углубимся госпожа станина ведь она в теме общем судя по всему вот она осталась на науку на науку феминологию давайте откроем несложную сказать статью википедии что у нас такое наука феминологии оказывается это один за русскоязычных переводов в термина women's studies который мы все хорошо знаем естественно как же его не знать какие интересные у нас проблемы раскрываются women's studies и что за издание которые на эту тему работают в общем можно догадаться какие американские ассоциации 60 и 70 года женский подход к анализу фактов процессов и явлений вот то есть у нас есть просто подход есть женский подход традиционные социальные гуманитарные дисциплины были гендерно слепыми поэтому понадобились нетрадиционные соответственно так потому что традиционные были мужские предубеждения национальная ассоциация женских исследований чтобы было понятно это американская естественно национальная ассоциация женских исследований nwse journal настоящее время feminist formations да вот эти журнал которые работают с такими с такими материалами начала 80-х годов для природе патриархата частной жизни насилия естественно да какие у нас были учреждены журналы женских исследований имени стадиес сайнс sex rolls women's studies newsletter и так далее вот ну и понятно что в 80-х и 90-х годах тема там сместилась сторону от слова пол в сторону слова слово «гендер», да, и там сильно возникла так называемая повесточка, в общем, «квир-повесточка», собственно, тут и ссылочки даже есть, что продолжение этой темы смотрите в гендерных исследованиях, смотрите мою маленькую заметку, чем отличается пол от гендера, и «квир-исследования», потому что в 80-е, 90-е и 2000-е годы пошла тема ЛГБТ, вот, и, собственно, «Т» именно как финал уже, да, то есть транс-сексуальная тема, тоже как развитие предыдущих двух, вот у нас на основе таких именно исследований госпожа Станина, видимо, считает, что нужно, так сказать, класть эти исследования в основу национальных стратегий, ну и, видимо, кладут, вот, то, что это в реальности всё используется именно у наших врагов во всех смыслах, да, ну, как бы, ну, чё, как это, у меня, как, других, другой Госдум у меня для вас нет. Давайте теперь к основной теме, собственно. Я в прошлом своём касте ответил, как мне кажется, вполне неплохо сформулировал, простые критерии, по которым можно любую инициативу законодательную или организацию, например, проверить на принадлежность к феминизму. Тем более, что часто они сами этого не скрывают, собственно, нужно просто посмотреть там на критерий 1, критерий 2, критерий 3, и вы получите, что такое феминизм. Давайте теперь вот посмотрим на второе затруднение, которое возникло у госпожи Астанины. Ну, комментировать там «сначала защитите права женщины» я не буду, понятно у нас, в общем. Комитет Госдумы называется соответствующим образом, тоже антиконституционно, но кого это, в общем, нас интересует. Так, госпожа Астанина подчёркивает, что такое радикальный феминизм? Приписать можно в том числе и название, которое навеяно европейскими и американскими женщинами. Я только что цитировал про американских женщин, да, смотрите выше. Это она, собственно, их... Она привела Women's Studies, не мы привели. «Когда к харассменту приравнивают, когда мужчина открывает дверь женщине. Но этими запретами можно вызвать в женском сообществе негативную реакцию, элементы дискриминации есть, и женщины это ощущают», подчеркнула она. Я, собственно, хочу уцепиться в данном касте в основном за фразу «Что такое радикальный феминизм?» А Станин достаточно чётко и сама себя позиционирует как феминистка. Выступает, естественно, как только возникло жареным запахло что-то. Малейшая угроза этой теме, то, естественно, она выступила в её защиту, понятно, потому что это её, так сказать, кормовая база и идеологическая установка основная. Вся эта риторика про американские творения ля-ля-ля, она сама, как я уже показал, это использует, так что это не критерий никакой, принадлежность партийная и так далее. Есть принадлежность более высокого порядка. И тем не менее, я хочу в данном касте попытаться сформулировать простые достаточно тоже критерики, практические и основанные на реальности. То, что может действительно легко посмотреть и проверить, опять же, некого человека инициативу, законопроект или организацию на предмет того, является она радикально феминистской. Просто феминистской. Смотрите критерии в первой части. Что такое радикальный феминизм? Давайте рассмотрим, что такое радикальный феминизм. Тем более, что сами феминистки на эту тему достаточно откровенно. Давайте посмотрим. Множество источников говорит нам, что, собственно, радикальный феминизм появился как ответвление и зародился, скажем так, из второй волны феминизма, то есть это 1960-е годы в США. Позже распространился и на Европу. Были у него там серьёзные ответвления и в Британии. Сейчас, понятное дело, везде, в общем. По тем временам, значит, США первая, потом Британия и Австралия. Итак, смысл слова радикальный. Когда мы говорим радикальный, что это означает? Некоторые путают это со словом феминистский. Это неправильно. Слово радикал – это корень по-латыни. То есть мыслители, скажем так, феминистского движения, который к тому моменту насчитывал уже приличный стаж был. И, собственно, подавляющее большинство всех проблем, какие только можно было придумать, были решены. Старые привилегии при этом никуда не делись. Особенно, если мы говорим про СССР, ну, взвести, что такое 60-е годы в СССР. Какие проблемы феминизма были в 60-е годы? Итак, феминистская мысль углубилась, решил выискать, скажем так, корни. В чём корень всех бед? Откуда, что, что является объединяющей причиной всех проблем, которые женщины испытывают? И пришли к выводу, что это патриархия. Это корень. Они как бы вот вкопались внутрь и поняли, что вот все остальные проблемы произрастают из этого самого корня, патриархия. Например, вот некто, ну, там, из столпов, скажем так, движения Шоломит Файерстоун в 70-м году утверждал следующее, что нужно устранить не мужские привилегии, а само развлечение по полу. Или, например, другая похожая цитата. Особая женская роль в репродукции должна быть реорганизована, чтобы не было потерь в области труда. Это в пользу баланса, да, в work-life. Ну и тогда же появились идеи платить зарплату за особую женскую роль. То есть, ну, естественно, поскольку первая часть критерий феминизма, феминизм, естественно, тоже соответствовал всегда, в том числе и радикальный, то необходимость сохранения особенного положения, она как была, так и осталась, естественно. Значит, течения феминизма, в том числе и радикального, было множество и, собственно, продолжает оставаться, поэтому какие-то между ними различия, я думаю, как раз рассматривать не стоит, потому что есть серьёзные разногласия, допустим, между либеральным феминизмом и марксистским феминизмом. Они там расходятся вокруг капитализма, вот это всё там, вот там. Остание наутро может быть там против феминисток, если они западные, но за феминисток, если они коммунистические родные местные, то есть это всё фигня. Анаркофеминизм, сепратистский феминизм и даже такие экзотические вещи, как политический лесбионизм. Да, было и такое тоже, собственно, и остаётся. Значит, цели задачи, которые они формулировали. Ну, собственно, первое и главное, в принципе, исчерпывается этим все задачи – устранение патриархии. В скобочках, если бы кто-то знал, что это такое, вот, или там всерьёз рассматривал, то вообще-то это давно устранено на территории бывшего Советского Союза с 1917 года. Вот. С тех пор уже прошло больше ста лет, как устранено. Значит, они понимали патриархию как систему классового притеснения мужчинами и женщин. Ну, либеральный феминизм по-другому на это смотрит, ну, неважно, в общем. Марсистки смотрели на это тело, на эту тему классово именно. Причину, значит, видится, как в исконном мужском стремлении доминировать в этом главное. Вот. А во всех остальных вопросах, точнее, во всех вопросах вообще принципиально должно быть достигнуто равенство, включая, естественно, работу по дому, уход за детьми, эмоциональные и сексуальные нужды и так далее, и так далее. Надо сказать, эти товарищи достаточно серьёзно подняли бучу, волну, что она докатилась до Конгресса США и чуть было не привела к приёму специальной поправки, поправки Конституции США, что бывает крайне редко и по очень особенным поводам. Значит, была такая конституционная поправка о равноправии, эпопея вокруг неё длилась между 71 и 79 годами. И в конечном счёте она не была принята, потому что часть, по крайней мере, женщин, которые были не настолько радикально настроена, собственно, консервативное женское крыло, смогло остановить, скажем так, эту поправку, потому что они прямо заявили и поняли, и смогли донести это до больших масс людей, что если эта поправка будет принята, то женщины потеряют кучу привилегий, которые у них есть сейчас, а именно алименты, прекратится раздел, ну, то есть механизм, как он был, по крайней мере, перестанет существовать, раздел детей с преимущественной отдачей женщины прекратится, трудовое законодательство, где женщины имеют всякие там нормы, ограничения и защиты, тоже перестанет быть различным по полу, то есть они потеряют свои привилегии, они будут подлежать военному призыву, там, ну, обязательному, необязательному и так далее. То есть, короче говоря, в общем, идея достичь полного равенства натолкнулась на ту же проблему, которая фундаментально лежит в самом феминизме. Опять же, отсылаю к части первой, которую я уже записал. Вот, соответственно, эта поправка была остановлена, отброшена, осталась теперь просто в истории, как вот, ну, вот-вот, когда когда-то реально были попытки достичь равенства. Вот, они были, что называется, зарублены на корню, чтобы, не дай бог, что-нибудь такого не случилось. Вот, ну и самые, так сказать, китропопые, что ли, да, эссиминисток, в общем, заявили такие вещи, как, например, что битва против женской роли не должна остановиться битвой за мужскую роль. То есть, мы-то, конечно, против нашего положения женского, но мы не собираемся брать на себя все обязанности и минусы, которые лежат на мужской роли. Не-не-не, спасибо. Это вы себе оставьте, это мы вот себе возьмём. Итак, значит, ближе к теме. Я вынес на картинку главные пункты, которые сами феминистки вынесли как, если основную, главную, корневую проблему, которую они определили как патриархат, разбить на свои, скажем так, на главные ветки, которые покрывают всю жизнь общества, то она сводится, в принципе, вот к этим пяти пунктам основным. Есть ещё и мелочи всякие, но это всё уже там детали и большого значения не имеет. Итак, значит, чего они хотели, собственно, достичь? То есть, как именно побороть патриархат, патриархию? Каким образом? Что нужно сделать, чтобы она перестала быть? Итак, пункт первый. Значит, нужно было победить мужской супрематизм. Они и поныне с этим борются. Каждый раз, когда вы слышите, что Астанина заявляет, что у нас во власти всё ещё слишком много женщин, мало женщин, что у нас вот да, есть Набиулина, есть я, там есть ещё там несколько десятков, но всего их там 16% среди депутатов Государственной Думы. Каждый раз, когда вы такое слышите, понимаете, что это один из главных тезисов, которые озвучивались именно радикальными феминистками. То есть, супрематив нужно убрать. То есть, вот эти все представительства в органах власти 50 на 50, вот это всё, это относится к этому. То есть, нигде не должно быть, чтобы мужчина был, стоял бы главе там, или их было большинство. Категорически, нигде вообще. Дальше, брак. Особенно то, что касается брак моногамный. Традиционный брак. Надо сказать, со 60-х годов в США брак всё ещё было довольно-таки традиционным. То есть, вам нельзя было получить развод без причин. Развод был сопряжён с серьёзными репутационными потерями и так далее. В общем, брак товарищи радикальные феминистки видели как патриархальную структуру. Одна из серьёзных колонн, на которых стоит патриархат. Ну, или наоборот, который происходит из патриархата. Если вот как я по диаграмме изобразил, если мы изображаем корень и ветки, то это такой один из крупных стволов. Соответственно, чтобы разрушить патриархат, брак нужно тоже разрушить. Как его разрушить? Ну, в общем, традиционный брак нужно заменить на какой-то другой. В общем, какую-то новую структуру, которая не будет браком. То есть, если моногамный, то не моногамный, а серийно моногамный. Если был обычный, стал смешанный. Был нерасторжимый, стал легко расторжимый, без проблем и так далее. То есть, развод и так далее. В общем, все вот эти вещи. Короче говоря, брак перестал быть браком. У меня про это есть и статья, и целый список кастов. Ссылочку в описании добавлю. Кому вдруг интересно. Значит, семья. Семья, естественно, тоже тут стоит рядом. Семья, как традиционное понятие. Семья, естественно, традиционная семья – это патриархальная семья. Я про это прямым текстом говорил уже ни раз, ни два. Тоже там на что-нибудь свежего ссылочку вставлю. Соответственно, если мы хотим, мы в смысле там радикальный феминистский, если мы хотим патриархат победить, то традиционную семью нужно тоже убрать, потому что на ней держится патриархат. Это его одна из главных колонн. И с этим, в общем, вполне себе успешно справились. Ну, на территории бывшего Советского Союза, сами знаете когда, вот в США и там других странах чуть позже, но тоже вполне себе успешно, семья превратилась в то, чем она совершенно не является. То есть у нас появились и гетоцентризм, и какие-то разговоры там про зарплату жене. И вся вот эта комплекс законов, которые в общем-то… То есть семья перестала быть семьёй даже не то, что в каком-то там древнеримском смысле, а вообще в каком бы то ни было. То есть это просто не семья. Это какая-то… Как это назвала одна министерша немецкая, назвала это «родственники по холодильнику». Когда попросили придумать какое-нибудь определение слова «семья», то вот один из таких афоризмов, который хорошо пошёл у этой категории, она сказала, что семья – это когда все едят из одного холодильника. Что я перефразировал как родственники по холодильнику. Вот в принципе, что такое стала семья. Значит, дальше серьёзное внимание уделялось вопросу секс-услуг. То есть коммерческий секс, как в его лёгких формах, типа реклама, там с обнажёнкой, полуобнажёнкой, эротицизм всякий, конкурсы красоты, женщины модельной внешности в виде дикторов, там, ну опять же, моделей, там, и стюардесс и так далее. Ну, в общем, использование красоты в коммерческих целях. И её тяжёлую часть, то есть, например, порнография и секс-услуги, собственно, да, проституция. И там в легальном её формате и в нелегальном. Скажем так, я этим конкретным вопросом, хотя они интересные, на них много сказано, и можно там понаблюдать за чужими битвами, но, в общем, как можно легко увидеть, что феминистки, в том числе радикальные феминистки, они по многим вопросам разделялись, там, например, по отношению к социальному строю, там, к марксизму, к капитализму. По этому вопросу они тоже разделились на две принципиально разных группы. Одна группа считает, что, типа, это их право и свобода, раз у них есть такие данные от природы, то они должны иметь возможность, значит, зарабатывать этим, и им это нравится. А другие говорят, что какая бы, как бы женщина-то это ни делала, на самом деле её туда сманипулировали, в общем, по-хорошему этим никто не должен заниматься. Короче говоря, этот раскол, он существует внутри радикального феминизма, поэтому я бы сказал, что, скажем так, этот вопрос их сильно волнует, то есть у них, скажем так, сильные мнения по этому поводу, но выходы из этого клубка проблем, они видят диаметрально противоположные, поэтому я бы сказал, что критерием, чётким критерием по радикальному феминизму этот вопрос не является, разве что он их просто реально сильно беспокоит. И второй, ещё один такой же тоже, пятый по счёту, получается, столб, что ли, к которому подошли уже где-то в 80-х, 90-х годах, это гетеросексуальность или гетеронормативность. То есть философская мысль радикального феминизма подошла к тому, что, собственно, сексуальный акт между мужчиной и женщиной, он сам по себе уже чисто от природы, он является таким, то есть он утверждает патриархат в некотором роде, он является уже доминированием, то есть участвуя в этих, скажем так, телодвижениях, мужчина реализует своё доминирование, а женщина подыгрывает этому доминированию. Поэтому логичный выход, чтобы эту колонну выбить тоже из-под патриархата, нужно отказаться от гетеронормативности, от гетеросексуальности, от традиционного полового акта и полового контакта тоже. Отсюда пошло серьёзное большое политическое движение, которое сейчас известно как ЛГБТ, то есть почему это всё примыкает именно к феминизму, а не к какому-то другому. Казалось бы, лесбиянки существовали с времён Древней Греции, ну, по крайней мере, легенды о них были. Но вот как политическое движение они оформились именно как развитие радикальной феминистской мысли. А в самое последнее время к ней, естественно, прибавилась транс-тема, по ней тоже согласие, как вы знаете, нет. Есть люди, которые там, ну, феминисты, которые всячески приветствуют, да, даёшь, там, если человек назвал себя женщиной, то он женщина, вот, а другие говорят, что нет, нифига, мы так чувствуем себя небезопасно в общественных туалетах, потому что вот эти вот женщины с членами и яйцами могут теперь заходить, значит, в женские туалеты и там всякие творить вещи. Уже были прецеденты там, когда, например, сажали в тюрьму такую женщину самоназвавшуюся, вот, а это самоназвавшуюся женщина кого-нибудь там насиловала, такое тоже уже было. Поэтому, хотя этот вопрос очень сильно волнует радикальных феминисток, они постоянно его там обсуждают, но, опять же, если вернуться там к нашим, к местным, скажем так, нашим пенатам, та же Никсель Пикселя, ну, совершенно чётко, конкретно говорит, что да, ЛГБТ-повесточка – это часть феминистской повесточки. Почему? Ну, там она объясняет, почему. Я ссылку прошлый раз давал, могу повторить ещё раз, в общем. То есть, это то, о чём нужно помнить. Каждый раз, когда какой-нибудь недоумник, который пытается антифеминистов объявить там сторонниками ЛГБТ или участниками, ну, человек, мягко говоря, как бы это сказать, чёрное пытается вымазать белым, да, или там, а белое чёрным. То есть, ему нужно взгляд к зеркалу на самом деле подойти и посмотреть, и хоть подумать, с кем он вообще, на чьей он половине находится. Просто, ну, фактически, как бы, это не тайна, это не нужно искать там за семи печатями, всё это в интернете есть. Так вот, значит, каким образом радикальные феминистки всего этого планировали добиться, собственно, и продолжают добиваться? Ну, они использовали целый спектр действий в чём-то родственной. Вот я ссылался на документальный фильм BBC про суфражисток, которые тогда, они всего лишь занимались только, пытались сделать, чтобы женщина собственностью могла управлять, семейной собственностью. То есть, личная собственность у них раньше была, это важный момент тоже, который многие не знают. И политические права, а именно право голоса. Вот, причём за обязанности они не голосовали, там, за обязанность служить в армии, например, нет, это им было не нужно. Они хотели только право голоса, чтобы изъявлять свои, ну, то есть, участвовать в голосовании, в общем, во вседародном. Они использовали ряд политических технологий, там очень интересный был пиар использован. Такое впечатление, что те же консультанты, в общем-то, помогали и вот этим вот радикальным феминисткам в 60-е и 70-е годы. У нас были и протесты против конкурсов красоты, там, всяких разных вещей. Демонстрации, публичные перформансы, там, сваливание бюстгальтеров в куче, выбрасывание косметики, захват учреждений был, захват, там, редакции журналов, там, когда они требовали изменить политику, например, в каком-нибудь женском журнале, который слишком женственный, да еще и главный редактор, у него глава, там, мужчина, очень полный бардак. Короче, чтобы со всем этим побороться, они просто захватывали, устраивали там такие сидячие блокировки, забастовки. И лоббирование, конечно. Лоббирование очень активно использовалось и использовалось, и используется. Очень серьезные проабортные кампании. Проабортные кампании. Например, отмена запрета абортов в Германии полностью, вот, это было сделано при помощи вот именно этих людей и именно этими технологиями. Там, протестный выход из католической церкви, которая не только была против абортов в тот момент, но еще и против контрацептивов, между прочим. Кто не видел, посмотрите, очень любопытный документальный фильм, на первом темном лежит, в моем беглом переводе, незащищенные, про исторический аспект взаимоотношений католической церкви и контрацептивов, особенно женских контрацептивов. Так что, в общем, требования сводятся к чему, если все это просуммировать? Значит, ну, понятно, что внизу всего стоит патриархия, значит, второе, так сказать, стволы, эти главные стволы, колонны. Мужской стоприматизм, брак моногамный традиционный, семья традиционная, коммерческий секс и секс-услуги и гетеросексуальность, гетеронормативность. В еще более практическом приложении, что конкретно, то есть, а что конкретно, собственно, требуют товарищи? Итак, требуют они репродуктивных прав, а именно аборт, контрацептивы без ограничений, стерилизации без ограничений, по желанию. Долой традиционные половые роли. То есть, это вся система, когда там домохозяйка и, значит, муж, который обеспечивает, зарабатывает, плохо, так не должно быть. Значит, с точки зрения такой антипатриархальной, критика патриархальных систем материнства, брака, нуклеарной семьи и сексуальности. То есть, все это патриархально, все это плохо, все это нужно там реформировать, отменять, в общем, как-то, в общем, в общем, отменять. Также критика патриархальных правительств и религий за то, что они и те, и те, в общем, устроены мужчинами ради мужчин, для мужчин с целью доминирования и наслаждения этим доминированием над женщинами. Значит, порнография и проституция. Ну, я уже сказал про это, Даш, типа, что, в общем-то, вредят женщинам, но часть женщин с этим не согласны и хотят этим образом зарабатывать сильно. И, значит, против одних самых поздних движений, против гетеросексуальности или хотя бы против исключительной гетеросексуальности, чтобы гетеросексуальность была на одном уровне со всеми остальными возможностями, скажем так, сексуальности. Ну, самые, понятно, радикальные из радикальных, понятное дело выступали за исключительную, типа, что полностью нужно убрать гетеросексуальность, потому что она является корневой причиной вот этого всего мужского доминирования, патриархии и так далее. Итак, давайте теперь из этого всего попытаемся кристаллизовать. Что же нам можно выделить в качестве простых критериев, которые позволили бы нам отнести человека не просто к феминизму, а к радикальному феминизму? Ну, списочек откроем тем, что должны выполняться, естественно, все критерии, которые... Ну, критерии, которыми нужно определить сам феминизм. Я их раскрывал в части первой, которая называется F-тест. Как определить феминизм. Соответственно, естественно, поскольку у нас феминистки, то это условие должно в обязательном порядке выполняться. Вот. Теперь ближе к нашему... К нашим баранам, к нашей теме. Ну, наверное, первое, что придется назвать, да, то есть мы выбиваем один из столпов, а именно мы выбиваем столб брака. Соответственно, нам нужен свободный развод без каких-либо ограничений, безнаказанные измены, то есть никакой ответственности за это нет. Ну, и всякие там мелочи, типа подложного отцовства и так далее. Во-первых, они не требуют нахождения, во-вторых, не являются никаким преступлением. Ну, то есть, в общем, короче, брак в его традиционном значении просто перестает существовать. Далее. Значит, женщина с ребенком – это семья, децентрическая семья. То есть, фактически речь идет об отмене традиционной семьи. Если мы предлагаем вот такие вещи, как… То есть, мы считаем, что у нас женщина с ребенком – это семья. Где ребенок, собственно, остался, там семья и есть. То есть, у нас центр из союза мужчин и женщин смещается на просто физическое местонахождение ребенка, и не более того. Ну, и всякие, в принципе, смешанные проблемы, которые являются смешением первого и второго пункта. То есть, всякие смешанные браки, вот эти все там, когда у вас там дети, полудети, эти дети там приходящие, уходящие, эти там живут постоянно, эти от первого брака, эти от второго, это от третьего. Вот все то, что рассматривается в фильме «Ребро Адама». В принципе, вот это. Вот это то, во что превратилась семья после отмены традиционной семье. Дальше. Что касается депродуктивных, как они это называют, репродуктивных прав. Естественно, надо понимать, что всегда, когда говорят «репродуктивные права», имеются в виду только женские репродуктивные права. Мужских прав это не касается никак, потому что выполняются первые три пункта критериев феминизма. Итак, значит, что нас требует? Аборт без ограничений свободный, контрацепция без каких-либо ограничений, стерилизация без ограничений, ну и всякие приятные мелочи, типа символическая ответственность за инфантицит, за убийство детей вообще, за какие-то преступления против детей и так далее. Например, у нас нет даже изнасилования, допустим, ребёнка. Если у нас женщина займётся сексом с мальчиком, которому нет 16 лет, то даже нет статьи по изнасилованию, по которой её можно осудить. Её только по каким-то косвенным статьям можно осудить. Но это мелочёвка. Главная вещь всё-таки касается вот этого. То есть свободное полностью единоличное распоряжение репродуктивным выбором. И четвёртый, наверное, критерий, главный, один из ключевых критерий – это требование постоянно равного присутствия женщин во власти и церкви. На Западе, естественно, это очень популярная про церковь тема. У нас не настолько популярная, хотя тоже время от времени, если загуглить, женщины в церкви, или женщины, преподающие религиозные вопросы. Вот сейчас собирались семиедения преподавать, или основу православной культуры. Там, собственно, масса женщин, и можно считать, что это и является в том числе частью этого пункта. Я намеренно вывел... В общем, я этим ограничусь, наверное, этими четырьмя. Я намеренно вынес из формулы... Я вынес из неё... То есть не стал включать в это критерии отношение к капитализму, потому что, как я уже выше сказал, это сильно различается между разными ветками даже радикального феминизма. Диаметрально. Одни за капитализм, другие считают его следствием патриархата и корнем всех бед и так далее. Дальше. Я также вынес порнографию индустрии красоты. По той же причине, потому что у самих женщин согласия по этим темам нет. Одни требуют полностью всё это дело отменить, другие требуют права, что раз они хотят и могут этим заниматься, то у них должна быть такая возможность по закону этим заниматься. То же самое касается секс-услуг. То есть примерно поровну мнения звучат одинаково яростные, с требованием всё-всё-всё запретить, и требование дать возможность спокойно легально работать. Иногда эти два противоположных требования срастаются в интересные законодательные, скажем так, формулы, которые применяются в некоторых странах, когда, например, мужчина купил у женщины секс-услуги. То, что женщина их продала, не является преступлением. Это её право. Её за это никто не похвалит, но и не накажут. А мужчина за то, что их купил, будет нести уголовную ответственность по закону. То есть эти вещи, парадоксальным образом, но в некоторых странах сочетаются вот такое одно квазимода. То есть это тоже может быть такой вот... Ну, то есть это, скажем так, яркое, очень грубое, примитивное, но в то же время очень такое выпуклое применение вот этих принципов и сложных в первых трёх пунктах. То есть у нас никогда нет равной ответственности за одинаковые вещи. То есть у нас всегда есть привилегия, есть тот, к кому относится свысока, и тот, к кому, в общем, всё списывают. У нас есть любимый... Ну, как в семье бывает, вот есть любимый ребёнок и нелюбимый ребёнок по разным причинам. Вот. И также я не стал включать, конечно, очень соблазнительно сюда включить, что именно среди радикальных именисток сильны течения в пользу, значит, против, точнее, против гетеросексуальности, то есть продвигающих либо очень толерантные отношения к ЛГБТ-теме, либо вообще категорически отрицающие вообще гетеросексуальный половой акт, как просто вот, ну, исчадия ада. Так что вот эти четыре простых критерия, в принципе, я думаю, с высокой вероятностью позволяют определить человека как радикального феминиста или феминистку. Давайте теперь... Я сейчас... Мне лень, честно говоря, было по такому поводу искать специально какие-то цитаты, тем более звуковые цитаты. Но давайте мысленно порассуждаем. Как вы думаете? На тему лично Останины. Давайте про неё порассуждаем. Вот вы можете себе представить, чтобы Останина была против свободного развода, чтобы она решила его ограничить? Трудно это представить, да? Вы можете себе представить, чтобы она уступала за запрет измен? Со стороны мужчин, конечно, это понятное дело. Иначе бы она не была феминисткой. Но, в общем... То есть то, что она является феминисткой, я думаю, не нужно доказывать. Я здесь не хочу это здесь рассматривать. Это как бы самоочевидно из первого каста. Она с удовольствием, я думаю, наказала бы мужчин, но женщин категорически, если выйти с такой инициативой, давайте наказывать за измены или за подложное отцовство, допустим. Я думаю, что она будет категорически против. Можно довольно свободно это предположить. Это первый пункт. Второй пункт. Женщина с ребёнком, семья, децентрическая семья, зарплата за материнский труд. Все эти пункты в разных вариациях от неё звучали. То есть, естественно, собственно, комитет, который она возглавляет, иначе бы она просто не могла его возглавлять. Она бы его требовала переименования какого-нибудь. То есть, все эти пункты выполняются даже в названии комитета, которым она руководит. Между прочим, перепрыгивая в пункт 4, это главный человек, который отвечает за всю семейную политику во всей стране. Причём уже достаточно давно. То есть, пункт 4 здесь выполняется и перевыполняется. То есть, весь этот комитет, кроме одного, по-моему, исключения, единственного, у которого тоже что-то с крышей в последнее время не очень стало. Но понятно, иначе бы в этот комитет, наверное, не назначили. В общем, тоже крыша начала съезжать. Но, в общем, там понятно, какое соотношение половой или гендерное. Даже не знаю, как правильно к этим людям можно говорить. Половой или гендерное. Но, в общем, вы поняли. Соотношение там понятное. Пункт 3. Не так давно, собственно, по-моему, как раз тот цитат, который я приводил, она была посвящена именно идее... Там шли свежие вопросы были. Просто говорили о том, чтобы запретить child-free, запретить феминизм. А до этого говорили про запрет или ограничение абортов. Ну, и частичное. То есть, например, выведение абортов из системы ОМС. Такие вот вещи. И Астанина высказывалась про эти вещи и высказывалась совершенно конкретно. То есть, она категорически против каких-либо ограничений. Она считает, что аборт – это право женщин, данное от рождения. То есть, про контрацепцию никогда же речь не шло. Понятно, что, в общем, она никогда бы ее ограничивать не стала стерилизацией. Тем более, скажет, это типа «моё тело – моё дело», как и ее, собственно, авторитеты из международной женской ассоциации, из национальной женской ассоциации американской, так бы и сказали. Ну, а таких мелочах, как инфантицид, она вообще предпочитает не говорить. Типа, ну, это само собой разумеющесть. Типа, это наша маленькая миленькая льготика, которая такая вот у нас лука есть. И давайте ее не трогать. Пусть все будет, как будет. Ну, про требования равного присутствия женщины во власти это постоянно у нее сквозит из выступления выступления. Про церковь, честно, я от нее не слышал. Но если она, например... Во-первых, она любит, несмотря на свои коммунитические взгляды, очень любит там пообниматься сейчас с церковниками. Ну, церковники – это отдельная проблема. Я ее тоже в свежем касте раскрывал. Вот там своих проблем хватает, скажем так. Ну, короче говоря, во власть она вполне себе лезет. В общем, и не против, чтобы женщины туда лезли. Просто она хочет, чтобы они там именно руководили. Вот так же, как... То есть, неважно, что есть священник. Священники у нас тоже. Понятно, какие в основной свои части, к сожалению. Собственно, поэтому они хорошо и контактят, иначе бы у них просто контакта не было с этим комитетом Госдумы. Но, в общем, к сожалению, к сожалению просто я вынужден констатировать, что по критериям радикального феминизма Останина по всем четырем основным пунктам отвечает этим критериям. Поэтому остается только констатировать, что да, у нас радикальная феминистка, и, скорее всего, с большой вероятностью полный состав всего этого комитета и всех его подчиненных мелких структур, скорее всего, с этими тезисами согласны. Поддерживают эту идею и таким образом являются радикальными феминистками. И вся наша семейная сфера в стране находится полностью под властью радикальных феминисток. И сделать с этим ничего, в общем, в разумное время нельзя. Ну вот живем так, как живем. Оставляя свои критерии на суд общественности, по-моему, достаточно четкие, понятные и любую там концепцию, документ, партию, программу, заявление, фильм, например, книжку, очень легко по этим критериям проверить и сделать вывод. И эти критерии придумал не я, их озвучивали сами радикальные феминистки. На этом у меня все. Счастливо. На связи. Счастливо. 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 Счастливо.